Праздник 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 В 27 главе того же пророка мы читаем историю о Ерме как о символе того, что народ пойдет под власть на уходоносора и много-много других символов. Я вот так думаю, пророкам приходилось много делать того, что порой они не хотели, но это было явлено для того, чтобы народ яснее понимал то, что ждет его. Если говорить о истории о Ерме, которая написана у Еремии, это было понятно, это было символично, это объясняло то, что их ждет. Если говорилось о льняном поясе, то это тоже было им понятно. И когда говорится история о том, как Иисус Христос входил в Иерусалим и когда Он совершал все то, что было о нем написано, там было тоже много символики, но было самое главное то, что Он исполнял то, что было о нем написано. И все то, что происходило, и эти истории с этими осликами, на которых Он сидел, и история о том, как Он будет проходить, о том, что будет радость у людей, все это было описано, и Он совершил в точности все то, что было сказано о нем. И тот момент, что все четыре евангелиста описывают это событие, говорит о том, подтверждает ту мысль, что это событие было одно из важных событий, которое записано в Евангелии, и которое очень значимо было для всех евангелистов. И каждый по-своему, под своим углом описал это событие, рассказал эту историю, и мы читаем историю у Марка, о том, как он описывает это в 11 главе, записано следующее. «Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифагии и Вифании, к горе Илеонской, Иисус посылает двух из учеников своих и говорит им, пойдите в селение, которое прямо перед вами, входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился, отвязав его, приведите». И если кто скажет вам, что это вы делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда. И они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоящих там говорили им, что вы делаете, зачем отвязываете осленка? Они отвечали им, как повелел Иисус, так повелел Иисус, и те отпустили их, и привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои, и Иисус сел на него. Многие же постелали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с деревьев и постелали по дороге. И предшествующие и сопровождающие восклицали, «Ассана, благословен грядущий во имя Господне, благословенная грядущая во имя Господа, царства отца нашего Давида, Ассана, вышник!» И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с двенадцатью. Смотрите, то, что говорил Захария, описано у юнгелиста Марка, и он говорит о том, что события, которые происходили, они описывают две группы людей. Одни, которые предшествовали, другие сопровождали. Люди, которые окружали Иисуса Христа, кто они были? Это были люди, которые когда-то, может быть, получили какое-то чудо от Иисуса Христа, совершилось в их жизни, может быть, что-то такое, нечто сверхъестественное. Кто-то получил здоровье, кто-то получил освобождение от злых духов, кто-то получил снова жизнь. Мы вспоминаем историю о Лазаре, и когда дальше читаем повествование о тех событиях, которые происходили, мы читаем о том, что предосвященники искали и Лазаря тоже, чтобы его убить. Для чего? Почему? Потому что он был камнем преткновения. Люди видели этого человека, который был мертв, который уже разлагался и воскрес. И это было явное подтверждение того, что Иисус Христос является не просто Учителем, а Он является тем, как Он о себе говорит, что Он является Сыном Божьим. И они упрекали Его за это, что Он богохульствует. Но, тем не менее, это было явное подтверждение, что это не просто Учитель и не просто какой-то предводитель, который возник, но это тот, о котором было сказано и было сказано пророчество ранее. И всё это свидетельствовало о том, что Иисус Христос не просто Учитель. Так вот, люди, которые сопровождали Иисуса Христа, наверняка было много людей, которые в своё время что-то от Него получили, какие-то благословения. Кто Его встречал? Встречали Его люди совершенно разные. У Иоанна описывается о том, что это были и эллины, которые пришли на поклонение. Кто такие эллины? Эллины – люди, которые жили в Греции. Наверняка это были люди, которые когда-то, как мы с вами, переселились в другое место жительства. То есть это, в принципе, по крови своей, наверное, были евреи, которые даже, может, языка не понимали еврейского. Но, тем не менее, они пришли для того, чтобы соблюсти традицию на поклонение. И они просили, чтобы поговорить с Иисусом. И Иисус говорит о том, что сбывается то, что сказано, и то, что происходит, сбывается именно как пророчество. То есть Иисус Христос исполнил то, что сказано о Нём в пророчестве. И вот люди, которые Его встречали, как эти эллины и другие, среди них были и книжники, и пересвященники, которые смотрели на всё это и говорили, что смотрите, что происходит. Мы не успеваем за всем этим. Мы не успеваем за всеми этими событиями, потому что весь мир идёт за Ним. Всё, все люди, которые окружают, идут за Ним. Кто-то, потому что действительно что-то получил от Христа, а кто-то, потому что слышал о Нём и хочет получить от Него сейчас. Кто-то хочет получить освобождение от гнёта Рима. И, в принципе, наверное, большинство людей этого и хотело, потому что они встречали Его как царя, как того, кто сделает какое-то изменение в народе, как того, кто освободит их от гнёта, как того, кто может им помочь. Большинство людей ожидало от Него именно изменения власти, власти Рима на власть израильскую. И тот царь, который на тот момент был, Ирод, он просто был как наместник, он не управлял страной по сути своей, потому что над Ним был другой правитель. И всё сводилось к тому, что все должны были поклоняться Кесарю. И если бы кто-то совершал какое-то действие, которое не нравилось Кесарю, моментально возникало бы противодействие, восстание было бы подавлено. И впоследствии мы видим о том, что происходило с Иерусалимом, и, входя в город, Иисус плакал о нём, и смотрел на Него, и понимал, что то, что этому городу осталось немного, этому городу осталось совсем немного, и он будет разрушен. И так произошло в 1948 году по его распятию. Именно то, что происходило, было свидетельством того, что люди имели надежды, имели надежды на изменение своего статуса, своего положения, может быть, какого-то своего социального уровня. Кто-то что-то ожидал, ожидал. Исполнил ли Христос их ожидания? Далеко не всех. Далеко не всех. И в большинстве своём их ожидания были разрушены. Да даже ожидания учеников, по сути своей. Кто-то ожидал от того, что мы вспоминаем о том, как Христа просили о том, чтобы, помните эту историю, как пришла мать и просила за своих двух сыновей, чтобы одному сесть по правую, другому по левую сторону. Она тоже что-то ожидала. Кто-то ожидал от того, что, может быть, такой человек, как Пётр, может быть, он ожидал каких-то тоже для себя определённых благ. Кто-то ещё что-то ожидал. Но в большинстве своём ожидания не сбылись. А сбылось то, что сказано было о Христе в пророчествах. И Исаия писал об этом. И мы читаем о том, как он предвещал о том, что будет сделано с Христом, как он будет распят, и какие страдания его ожидают. Мы читаем много других мест, которые свидетельствуют о том, что Христос исполнил то, что было о нём сказано. И если мы читаем все четыре Евангелия, то мы видим, что каждый из евангелистов, он большую часть своего Евангелия посвящает именно тому, чтобы описать именно спасительную весть, именно то, что Христос пришёл спасти мир, именно то, что Христос ожидал страдания. И если мы читаем Евангелие, то мы видим во многих местах, именно говорится о том, что ожидало Христа, что ожидало Его в будущем, какие страдания Его ожидали, и какая Его миссия была на земле. Вход Иисуса Христа в Иерусалим является подтверждением того, что Он исполнил то, что было запланировано. Также это показывает то, что Иисус Христос был образцом мужества. Входя в этот город, Он понимал, что Его ожидает. Он понимал, что Его ожидает скорая смерть. И те крики, которые сейчас, как радостные крики, скоро сменятся на крики, которые будут совершенно противоположные. И люди, которые разочаровались в своих ожиданиях, будут кричать «Распни Его!». Он всё это видел, но у него было мужество, и у него было подчинение своему Отцу Небесному. И то, что Отец Небесный запланировал, Он совершил. В Евангелии от Иоанна мы читаем о том, что когда было это шествие, когда Иисус Христос входил, то был глаз с Небес, который говорил о том, что «Я уже прославил Сына Своего и ещё прославлю». Это свидетельствовало о том, что Христос совершал то, что было запланировано, и то, что было угодно Отцу Его Небесному. Вход в Иисуса Христа в Иерусалим был открытым представлением Его прав на то, чтобы быть царём. Но люди не понимали, какой это царь. Люди понимали по-земному и видели в нём именно земного царя. Они не понимали, что он говорит о другом царстве, о царстве, которое он принёс, об освобождении от власти греха, от власти дьявола и о том царстве, которое является не неземным, а царстве небесным. Его вход в Иерусалим был последним воззванием к народу, чтобы народ обратился, чтобы народ увидел в нём действительно того, о ком говорили пророки. Но они не увидели. И это было печалью для Христа, потому что они не увидели в нём царя, не увидели в нём действительно царя, который послал Бог. Вот эти вот места, которые он проходил, о которых мы читали, Вифания, Вифигия, тоже символичные места. Вифания означает «как дом послушания», а Вифигия означает, тоже такое название интересное, означает «как дом челюстей». Если мы читаем второзаконие, 18 главу, то в третьем стихе там говорится именно о том, что когда приносили жертвоприношение, то священникам отдавали определённые части. И вот одна из частей тела животного, которое им отдавали, это челюсти были. Для чего это? Как они использовались? Это трудно сказать, но, как историки говорят, это было просто как символ того, что челюсти сокрушали… То есть у первосвященников, у них была власть, это учительское слово, они обязаны были учить людей закону. И вот эти челюсти, они, как говорится, растирали душу человеческую, делают её послушной. То есть закон растирает и утончает душу, делают её послушной Богу. Это было просто как символ такой. И вот Христос проходил через эти места, которые были также символичны, он посетил их, и он был послушен, он исполнил закон, и он исполнил всё то, что должно было ему исполнить. Когда Христос явился, и когда Он показал себя как истинный царь, входя в Иерусалим, ведь кто знал его? В принципе, по большому счёту, его знали те люди, в жизни которых он поучаствовал. Ведь не было ни фотографий, ни портретов, не было ничего такого, что могло бы описать его. Просто были истории, которые передавались от одного человека к другому человеку, и они говорили о том, что вот этот действительно учитель, он не обычный учитель, он тот, который может что-то сделать сверхъестественное. И вот от одного человека к другому, особенно когда Он воскресил Лазаря, это всё передавалось, и люди слышали. А тут Он открыто явился и показал себя. Когда Он до выхода на служение, вот эти 30 лет, пока Он жил на земле, что Он делал? Да, Он был когда-то в ясли, как младенец. Да, Он был в послушании у своих родителей, мы читаем. Да, какое-то время там Он, наверное, трудился в мастерской. Люди, которые вообще далеки от Бога, они говорят, что на тот момент Он вообще ушёл куда-то в Индию или ещё куда-то, и там долгое время жил. То есть, говорят, такой ересь, которая совершенно не является для нас никаким смыслом. Ну, вот всё то время, пока Он где-то находился, до момента выхода на служение, мы не видим этого. Но когда Он вышел на служение, Он совершал служение, а когда Он вышел и открыто показал себя, это именно тот момент, когда Он входил в Иерусалим. это подтверждение того, что Он открыто и явно явился всем людям. И что для нас, как для верующих людей, это говорит? Да, мы можем просто это и видеть как какую-то красивую историю, как то, что происходило когда-то, но для нас это является именно тем, что позволяет нам говорить о том, что Христос не был равнодушен лично к нам. Он не был равнодушен лично к каждому из нас. Когда Он уходил из земли, Он говорил, что Я приду вновь. Своим ученикам, обращаясь к Своим ученикам, Он говорил, что Он вернётся. И в тот момент, когда Он входил в Иерусалим, это было начало Его пути, начало Его крестного пути. Когда Он вошёл в Иерусалим, мы видим, что Он вошёл именно после того момента, как Он вошёл в эти ворота, которые на сегодняшний день, уже вспоминалось на проповеди, о том, что они являются замурованными сейчас, когда-то настанет тот момент, когда Он через эти же ворота войдёт уже не просто как милостивый царь, а войдёт как грозный судья. И тот момент, когда это будет происходить, Он не за горами. Тот момент, когда это будет происходить, Он близок и приближается каждый день. И сегодня, когда мы обращаемся к этой истории, мы видим о том, что это является напоминанием нам того, что когда-то это было сделано для того, чтобы мы не остались равнодушными. Чтобы мы не остались равнодушными к обращению Иисуса к нам лично, через Его обращение к нам, через Его милость, которую Он явил к нам, через то, что не остался равнодушным к нам когда-то, как к людям, которые предшествовали Ему навстречу. Люди, которые шли и не понимали, кто Он на самом деле. Кто для нас являлся Христос когда-то? Просто, может быть, какой-то учитель, какой-то учитель нравственности. Но когда-то Он показал, что Он не просто какой-то учитель нравственности, а Он великий царь. Так когда-то Он для нас открылся. Он открылся для нас как великий царь, который спустился до того уровня, чтобы оказать милость каждому из нас, чтобы поучаствовать в нужде каждого из нас, чтобы не остаться равнодушным к нашим проблемам повседневным. Когда Христос жил на земле, мы читаем о том, что Иоанн сам говорил о себе, что у Него нет места, где преклонить голову. Кто окружал Его? Люди, которые были низкого социального уровня. Люди, которые ничего не значили в том обществе. И всем тем, чем Он пользовался, это было то, что люди давали Ему или как-то помогали Ему. Он участвовал в жизни этих блудниц, Он участвовал в жизни мытарей, Он участвовал в жизни людей, которые ничего не значили в том обществе, но тем не менее Он участвовал в их жизни и Он общался с ними. И когда-то мы были с вами такими же. И как и Христос вошел к нам и поучаствовал в нашей жизни, открыл нам путь к спасению, открыл нам путь к тому, чтобы освободить нас от власти греха, от всяких зависимостей, от всякой нечистоты и дать нам путь спасения. И сегодня, когда мы вспоминаем об этом событии, которое произошло когда-то в Иерусалиме, мы вспоминаем о том, что это было сделано лично для нас, лично для нас, для каждого из нас здесь сидящего. И сегодня мы прославим Господа за то, что Христос совершил этот путь, совершил его в точности, как о нем говорилось в пророчествах, совершил абсолютно добровольно и совершил для того, чтобы в жизни каждого из нас был тот шанс, чтобы принять его как небесного Царя, как того, кто станет Царем нашей жизни и займет наше сердце. Пусть нас Господь благословит. Аминь. Помолимся. Господь Всемогущий, я тебя тоже благодарю сердечно за то, что ты некогда вошел в этот город, что ты совершил все, как о тебе было сказано в пророчествах, и что ты совершил это лично для каждого из нас, лично для меня. Ты знал, Господи, что тебя ожидает, ты знал все эти мучения, все эти страдания, которые тебя ожидают, ты знал, как тебя будут впоследствии принимать люди, Господи, как они будут кричать «Распни!» Ты все это видел и знал, Господи. Я благодарен Тебе за то, что ты совершил до конца свой подвиг Голговский, за то, что ты начал его и ты его довел до конца. Я благодарен Тебя, Господи, за то, что ты лично для меня это сделал. Я прошу Тебя, Господи, чтобы в эти дни, когда мы будем вспоминать о Твоих страданиях, о Твоих муках, о Твоей смерти Голговской, о Твоем воскресении, чтобы мы, может быть, еще раз переоценили свои отношения с Тобой, как мы ходим, что мы делаем, что мы говорим, Господи. Прославляем ли мы Тебя своей жизнью или мы, как эти люди, ожидаем каких-то только чудес для себя, для себя лично, Господи. Я прошу Тебя, если нужно, Ты изменяй наши жизни, Господи, и дай нам быть податливыми в руках Твоих. Прошу Тебя, Господи, благослови все сегодняшнее служение, Тебе забудь за все честь, слава и поклонение. Аминь.